МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отлично выступили гонщики из Удмуртии в Швейцарии на первенстве Европы по велоспорту на треке. На счету и Нью-Йорке Яны Тыщенко. Три золотые медали. Она была первой в керине, индивидуальном спринте и гите на 500 метров с места. Еще один наш земляк Александр Васюхно стал победителем в гите на 100 метров среди андеров. В командном спринте он завоевал серебро. А в Чехии на чемпионате мира по летнему биатлону отличилась уроженка Можги Валерия Васнецова. В спринте она показала третье время дня. В гонке преследования заняла первое место. В смешанной эстафете и Нью-Йоркская сборная России, в составе которой выступали Васнецова и еще один наш земляк Александр Мяконький, заняли пятое место. К другим темам футболисты ижевского «Зенита» при достаточно неплохой игре накануне все-таки уступили гостям из Сызрани. Подопечные Сергея Емельянова открыли счет в самом начале матча, контролировали ход встречи, но этого оказалось недостаточно для победы. Чего не хватило ижевчанам, сейчас расскажем. Соперникам ижевчан было очень нелегко. Буквально три дня назад Сызрин 2003 отыграла 120 минут в тяжелейшем кубковом матче против Волгоградского ротора. По тому и встречу с «Зенитом» гости начали ни шатка, ни валка, пропустив уже в самом дебюте игры. Тяжело складывалась игра. До пропущенного мяча немножко мы играли, конечно, как под водой, движение слабое было и так далее. Потом, видимо, гол чуть-чуть разозлил их, они задвигались и чуть лучше стали в атаку именно играть. После гола Владимира Яцука зенитовцы продолжали нагнетать давление на ворота Сызрани, упустили несколько хороших моментов, чтобы удвоить счет. Но мастерство гостей все же сказалось, и начиная с середины первого тайма они перехватили инициативу. В результате до финального свистка в ворота «Зенита» влетели три мяча. Авторы голов – «Цыганов» дважды и «Хрущев». Соперник, видели сами, оказался выше нас в исполнении. Хорошие голы забил, но, как говорится, мы должны делать свое дело и верить в то, что голы к нам будут приходить почаще. В итоге поражение 1-3, но тренер «Ижевчан» увидел и в таком матче немало положительных моментов. Прежде всего, хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, за желание победить. Они сегодня играли, как мы и планируем, и что отрабатываем в интернеровках, и в обороне, и в атаке. В турнирной таблице «Зенит» опустился на девятую строчку. В активе нашей команды по-прежнему четыре очка. Следующая встреча также дома. 2 сентября подшифные Сергея Емельянова сразятся с Екатеринбургским клубом «Урал-2». В Москве тем временем завершился турнир по слэдж-хоккею «Кубок мужества». Команда «Удмуртии» стала серебряным призером этих соревнований. Лучшим молодым игроком был признан наш Владимир Рычков. Специальный приз, путевку в Болгарию, получил и защитник нашей команды Дмитрий Галкин. Ну а победителями стали хоккеисты подмоскованного «Феникса». В Малой Пурге подвели итоги первенства России по лапте. Победителями стали юниоры Тюменской и юниорки Новосибирской областей. Юноши и девушки сборной «Удмуртии» завоевали бронзовые награды. Напомним, защищали честь нашей республики игроки из Малопургинского, Кизнерского, Игринского, Можгинского, Селтинского районов и города Ижевска. Новая семейная традиция под таким девизом прошел в Ижевске финальный этап международного фестиваля скандинавской ходьбы. В этом масштабном спортивном празднике приняли участие более 2000 человек из России, ближнего зарубежья, Польши и стран Африки. Марина Азябина тоже получила комплекс специальных палок и прошла несколько километров с сотнями скандинавов, которые уже не вдохновляют обычные прогулки. Ты посмотри, радуйся вместе со мной. Техника «Наша все», основные принципы ходьбы по-скандинавски рассказали квалифицированные наставники перед стартами. Участники как следует размялись под музыку и познакомились друг с другом. Минск, Москва, Казан, Чебоксары – все города не перечислить. Международный фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы объединил людей разных возрастов и национальностей. Наличие не только субъектов Российской Федерации и нашей Удмуртии, но и международный масштаб этого мероприятия говорит о том, что Удмуртия является территорией спорта. Первыми отправились на дистанцию участники самого массового захода на один километр. Среди них было много пожилых людей, которые хотят всегда быть в форме. Ой, здорово! Здорово, здорово! Я каждый год хожу. Мне лет много, 78-й год. Я все хожу. Правда, в прошлом году я сходила на 5 километров. Шла и молодежь, так Ульяна Вильданова занимается ходьбой два раза в неделю вместе со своей бабушкой. И не дает ей отлынивать, даже если очень этого хочется. А технику ходьбы она усвоила быстро. Говорит, есть чем сравнить. Просто, наверное, как на лыжах, только просто ногами. Мы с мамой зимой обычно каждые выходные ходим. С удовольствием прошла десятку и москвичка Ирина Голоднюк. Вовлекается ходьбой она давно. Говорит, именно на тренировках начала замечать то, чего раньше не видела. Красивую природу вокруг и щебет птиц. Улучшилось не только физическое, но и психологическое состояние. Ведь именно во время занятий отдыхает беспокойный ум. Она дает, во-первых, радость жизни. Я вижу людей, которые приходят, у них живые глаза. Они понимают, что впереди очень много всего. И очень большой интерес к жизни. И желание, во-первых, развиваться, делиться этим. И, в общем, путешествовать по миру. Я восхищаюсь то, что делает Мудмуртия. Такие спортивные праздники станут традиционными. Все это будет способствовать увеличению количества земляков, отправляющихся в путь за здоровье. Это все новости спорта у меня на сегодня. С вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok